Всем привет, меня зовут Евгений Корсакин, я юрист и уже более 23 лет работаю в сфере недвижимости. Досмотрите этот ролик до конца, потому что в нем я расскажу, что изменилось для собственников недвижимости в мае 2024 года. Первое. Владельцы участков в СНТ смогут бесплатно проводить до них газ. Согласно изменениям, газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. При этом на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявку на подключение газа может подать как собственник дома с участком, так и председатель СНТ. При этом решение о догазификации должно быть принято собранием членов товарищества. Его протокол нужно приложить к заявке. Второе. Россиян дополнительно защитят от коллекторов при задолженностях за ЖКУ. С мая коллекторам запретили передавать долги за жилищно-коммунальные услуги граждан, проживающих в квартирах по договору социального найма. Привлекать коллекторов к возврату долгов за ЖКУ уже нельзя управляющим компаниям, товариществам собственников, жилищным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям и региональным операторам по обращению с ТКО. По новому закону в этот список войдут и наимодатели социального жилья. Если они попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделку признают ничтожной. Третье. Завершается срок подачи декларации о доходах с продажи жилья или его сдачи в аренду. Жителям России нужно подать декларацию о доходах 3НДФЛ, полученных от продажи или сдачи в аренду недвижимости. Нужно это было сделать для расчета налога до 2 мая 2024 года включительно. Это не касается тех, кто подает 3НДФЛ для получения налогового вычета. Напомню, что форма декларации 3НДФЛ изменилась и на старом бланке отчет не примут. Скачать актуальный образец можно на сайте Федеральной налоговой службы. Подавать декларацию для уплаты налога не нужно тем, кто продал жилье или земельный участок меньше чем за 1 млн. рублей, продал гараж или машиноместо меньше чем за 250 тыс. рублей, семьям с двумя и более детьми, получившим доход от проданного жилья в 2023 году. При сдаче жилья в аренду декларацию подают только те, кто зарегистрирован как самозанятый. А налоги нужно уплатить до 15 июля 2024 года. Ну и раз уж заговорили про аренду жилья, давайте и здесь обсудим текущую динамику. Ставки аренды будут расти до осени, поэтому если вы еще не сдали свою квартиру, вам надо спешить это сделать. Рынок аренды во всех странах мира является самым динамичным и всегда отражающим текущую ситуацию на рынке недвижимости в целом. Наша страна не исключение. Ставки найма квартир уже не колеблются в зависимости от сезонности. Больше всего на них влияют условия кредитования жилья и состояние экономики. Какова же динамика рынка аренды? Можно сказать, что в течение двух последних лет на рынке аренды жилья была просто стагнация. Цены практически не росли, а в основном только снижались. Различных вариантов квартир было очень много. Складывалось впечатление, что это будет продолжаться еще довольно долго, потому что каких-то значительных изменений в экономике не предвиделось. Однако после резкого увеличения ставки Центрального банка в ноябре прошлого года ставки по ипотеке на вторичное жилье тоже существенно выросли. Это в свою очередь привело к тому, что значительная часть населения вместо покупки жилья стала его арендовать, отложив приобретение собственной недвижимости до лучших времен. Так уже к началу текущего года образовался дефицит предложений, и стоимость аренды пошла в рост. Такое повышение ипотечных ставок уже случалось, и обычно в надежде его переждать люди уходят в аренду во всех сегментах. За исключением разве что премиум класса, где ипотека не так сильно востребована. Поэтому нехватка вариантов ощущается везде, примерно одинаково. Собственники недвижимости, уверенные, что это будет продолжаться вечно, начинают отсеивать жильцов с маленькими детьми и домашними животными. Интересно, с точки зрения состояния экономики и уровня благосостояния людей, увеличение цены аренды абсолютно неоправданно. Оно вызвано прежде всего дефицитом предложения. Все понимают, к чему приводит аномальное увеличение стоимости продукта или услуги. Во-первых, оно не линейное, просто потому, что бюджеты домохозяйств не выросли пропорционально ценам. А во-вторых, это краткосрочно, и как показывают наблюдения, последних нескольких десятков лет циклично. Наши люди точно сумеют приспособиться к новым реалиям, а кто не сможет, уедет в провинцию. Большинство нанимателей ищет однушки и двушки эконом-класса, но вариантов по старым ценам уже нет. Поэтому клиенты стали чаще объединяться и снимать жилье вместе. Заявок на совместную аренду стало больше на 20%, чем в начале 2023 года. Об этом заявляют и крупные агентства недвижимости. Этот спрос почти наверняка снизится летом, как, впрочем, и всегда, когда студенты и сезонные рабочие съедут с арендованных квартир, ожидая, что к осени цены все-таки упадут. Такая миграция уже происходила в кризисных 2008-2009 годах. Какой же делаем прогноз? Высокие ставки аренды также привлекут на рынок другие категории игроков, как небольших, так и вполне крупных. Например, некоторые девелоперы уже начали сдавать свои новостройки, преследуя вполне очевидные цели. Во-первых, это стимулирует продажи, особенно тех объектов, которые никак не найдут своих покупателей. Во-вторых, приносит дополнительную прибыль, пока наблюдается спад спроса и снижение объемов реализации квартир. Об этом заявляют и представители крупных компаний на рынке жилья. Также на рынок обязательно выйдут частные инвесторы, которые заморозили деньги в покупке недвижимости. Многие из них уже выставляют в аренду квартиры и дома, которые еще ни разу не сдавались, по ставкам выше, чем старые вторичные объекты. Эти варианты, несмотря на более высокую стоимость, не потеряют клиентов, когда ставки пойдут вниз. Учитывая все изменения, которые затронули ипотечный сегмент, можно предположить, что на фоне высоких ставок по кредитам и высоких цен на недвижимость, которые пока снижаться не хотят, арендные ставки оказываются более привлекательными. Часть потенциальных покупателей вернулась на рынок аренды. В то же время есть шанс, что собственников, особенно те, чьи квартиры зависли в продаже, вернутся в аренду, и баланс спроса и предложения будет найден. Ослабление же финансовой политики регулятора эксперты ожидают не раньше осени, и снижение учетной ставки будет плавным. Отсюда можно предположить, что стоимость аренды начнет снижаться в лучшем случае ближе к концу текущего года, а скорее к началу следующего, 2025 года. Тем, кто снимает жилье, можем пожелать удачи и терпения, а тем, кто сдает, может поторопиться с выходом на рынок. Потому что возможностей сохранить свои инвестиции становится все меньше. Если мой ролик был полезен, поддержите лайком, подпиской на канал и высказывайте свою точку зрения. Давайте обсудим в комментариях.